Если вы желаете купить самогонный аппарат колонного типа, но при этом несколько сэкономить и выбрать какой-нибудь недорогой экономичный вариант, это видео для вас. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Не будем затягивать вступление к этому видео. Аппарат в студию! Это аппарат Феникс Сириус Про. Вскрываем коробочку и смотрим, что предлагает нам производитель. Аппарат Феникс Сириус Про. Аппарат Феникс Сириус Про. Итак, аппарат наш на столе. Ссылочка на производитель в описании под данным видео. И для начала, прежде чем посмотреть, что входит в комплект этого аппарата и внимательнее ознакомиться с этим аппаратом Феникс Сириус Про, давайте дадим слово производителю. Аппарат Феникс Сириус Про. Итак, прежде чем смотреть аппарат более детально, я сразу хочу поделиться своим мнением, уважаемые зрители, на что я обратил внимание. Значит, аппарат, как я уже говорил, эконом-класса, прямо скажем, и по небольшой, достаточно демократичной цене. Хотя по поводу цен, честно говоря, я вообще не люблю говорить, потому что, ну вот этот аппарат стоит, там, порядка 15 тысяч рублей. Для кого-то 15 тысяч рублей, это вот просто поход в ресторан, там, в пятницу вечером. Для кого-то это месячная зарплата. У каждого тут свой кошелек, поэтому я очень не люблю на эту тему говорить. Тем не менее, значит, что значит 15 тысяч? Это значит, что этот аппарат значительно дороже любого аппарата с сухопарником, цены на которых где-то от 5 до 8 тысяч рублей, ну, может, до 10 максимум. Но это аппарат не с сухопарником, это бражная колонна, и сравнивать цену с аппаратом с сухопарником, по меньшей мере, неэтично. А вот бражные колонны со всеми наворотами, которые имеют там и диоптер, и сетки Панченкова, и узлы отбора, и джин-корзины, и так далее, и так далее, стоимость таких колонн где-то от 25 до 30 тысяч рублей. И, соответственно, этот аппарат явно выигрыши по цене. Кроме того, опять по цене, что я хочу сказать, с момента выхода этого видео на широкую публикацию, так скажем, до конца апреля месяца 2021 года на этот аппарат будет действовать скидка. Значит, по поводу скидок, мы все привыкли, что производитель дает там скидку такую номинальную, я так называю, там 3-5% от силы. По сути, это действительно номинальная скидка, но она как бы приятна покупателю, и покупатель соглашается приобрести товар с данной скидкой. Значит, здесь скидка не номинальная. Скидка на этот аппарат до конца апреля месяца будет порядка 20%. И согласитесь, если вы желаете приобрести бражную колонну, грех не воспользоваться такой скидкой. Как я сказал, ссылочка на производителя в описании по данным видео, а мы продолжаем. С ценой разобрались. Второй момент, на который я обратил внимание. Вот перед вами куб данного аппарата, да, это куб на 20 литров, но производитель дает просто, на мой взгляд, потрясающую линейку кубов различного объема, которые вы можете выбрать. Он дает 9 вариантов кубов от 0 до 60 литров. Что это значит 0? Это значит, что вы можете приобрести аппарат вообще без перегонного куба, то есть купить чисто бражную колонну. А можете приобрести его с кубом от 12 до 60 литров. На ваш выбор, конечно. И третий момент, на который хочу обратить внимание. Как видите, здесь вот мы имеем одну царгу. Длина этой царги сейчас замерим 50 сантиметров. Но вы, уважаемые зрители, можете приобрести царгу и 50 сантиметров дополнительно, и 35, и 70 сантиметров. Это тоже очень важно, если вы хотите повысить высоту своей бражной колонны. Ну, раз я взял в руки царгу, сразу хочу сказать, что сюда вот забита сетка панченкова, вот отсюда и досюда. Это примерно 3 пыжа сетки панченкова, может быть, даже 4. Нет, 3. 3 пыжа сетки панченкова, то есть царга у вас уже полностью готова к перегону. Сетка панченковая, может быть, вы увидите, из нержавейки, то есть для сахарных брак. Идем дальше. Холодильник. Холодильник, как вы видите, тоже весьма мощный, то есть почти 50 сантиметров, со съемным носиком. И носик выполнен очень правильно, то есть сам патрубок отбора смещен от центра к краю. Это абсолютно верно. Верное решение. Дальше, значит, здесь имеем мы, так, 5 трубок по 8 миллиметров. Это значит, что холодильник этот действительно будет достаточно мощный. И на первом перегоне в режиме под стил вы сможете, в общем-то, дать достаточно серьезную скорость для перегонки вашего самогона. Дефлегматор. Дефлегматор, сейчас мы его измерим. Дефлегматор 20 сантиметров. И тоже имеет 5 трубок, 8 миллиметров каждая. Соответственно, дефлегматор тоже достаточно мощный. Значит, с этим мы разобрались. Плюс еще, естественно, идут два угловых поворота, один из которых имеет ниппельную наставку для вставки термометра. Аппарат, я не сказал, еще на полтора дюйма. Идем дальше. Значит, дальше мы имеем дивертор. Вот это вот мой любимый дивертор. Вот часто бывает такое, что производители самогонных аппаратов, продавая колонну, даже, допустим, самому в высокой категории по цене, делают не дивертор, который вот с флажком, видите. То есть, вы можете переключать во время перегонки, если вам чайник надо налить, переключили, налили чайник, снова флажок повернули, и ваша вода пошла уже в охлажающую систему аппарата. Вот. А некоторые производители делают, так называемый, инвертор укомплектовый. То есть, он не имеет этого флажка. Если вы подсоединили шланг, вы уже ничего не сможете сделать, вы воду не наберете. Так что, здесь, конечно, плюс. Далее, кран. Вот кран. Тоже мой любимый, изогнутый. То есть, если вы начинаете открывать его, сливаете непосредственно в ту емкость, которую вы поставили под этот кран. Это тоже здорово. Имеет два цифровых термометра. Это обычный аксессуар. В общем-то, практически все бражные колонны укомплектовываются примерно таким же образом. Значит, спиртомер от 0 до 96. Процент спиртозности. Дрожжи ЕС. Красные. Это достаточно хорошие дрожжи. Да, ну, о них мы сейчас сегодня говорить не будем. Дальше у нас идет шланги и инструкция. Вот на инструкции я хочу сейчас немножко посмотреть. Так, и инструкция. Это, так скажем, инструкция вообще всей линейки фирмы Феникс, как я понимаю. То есть, она совмещена, так скажем, с рекламным буклетом. Здесь перечислены модели с сухопарником, который выпускает данная фирма. Перечислены модели с трубчатыми холодильниками и дефлегматорами. Есть рецепты приготовления самогона. Подготовка, переработка сырья. Приготовление браги. Брожение, перегонка браги. Очистка самогона. Благораживание самогона. Ароматизация. Придание самогона вкуса. И так далее, и так далее. И, кроме того, в разделе модели с сухопарниками расписаны, как подготовить аппарат к работе. Как произвести сборку, приготовление. Ну, и дробный перегон. В общем, основные пустулаты здесь есть. Все, что необходимо самогонщику. Но, насколько конкретно расписано, я сейчас сказать не могу. Потому что я любитель, когда, допустим, вы покупаете аппарат. Допустим, ему доступно 6 режимов различной работы. Я сторонник того, что каждый этот режим должен досконально быть расписан в инструкции. Именно к данной модели аппарата, которую вы приобрели. Здесь частично это сделано. Но, в основном, как я сказал, инструкция напоминает именно рекламный буклет. Хотя, все основное, как сделать перегоночки, здесь есть. Теперь давайте более внимательно рассмотрим куб. Так, перегонный куб. Хомут. Сейчас мы его... Хомут достаточно жесткий. Кстати, хомут имеет вот такой вот регулировочный винт. Вот он здесь. Как видите, здесь несколько отверстий. И вы можете установить отрегулировочный винт в любое отверстие. Так, чтобы ваш хомут четко прижимал крышку. И, в общем-то, вот такая регулировочка позволит вам, даже если немножко хомут растянулся, или вот эта прокладка будет ссыхаться, вы сможете отрегулировать так, чтобы перегонный куб закрывался герметично. Как видите, перегонный куб, не бойтесь, что он такой страшный. Это защитная пленка сверху на нем, так же, как и на крышке. Она спокойно снимается, и ваш перегонный куб, как я сказал, выполнен из нержавеющей стали IC304 или IC430. Имеется полуторадюймовый кламм на выходе из куба. На крышке имеется еще один врез для ниппеля и клапан сброса давления. Так, и вот прокладка стоит именно на крышке, как видите. Кроме того, имеется вот такой вот желоб по окружности крышки, который устанавливается как раз вот на верх кастрюли. Так, чтобы ваша брага была закрыта более герметично. Ну, с крышкой мы разобрались. Теперь сам куб, значит, сама кастрюля. Значит, что я могу сказать, это не люкстайловская кастрюля, это сварная кастрюля. Хорошо, что это кастрюля, но то, что вот сварная кастрюля, она имеет шов. Вот здесь и шов идет по окружности. Это заводской шов, достаточно профессионально сделан, наверное, роботом все это сделано. Соответственно, за кастрюлю особо переживать не стоит. Значит, на дне смотрим. На дне есть раз-два ребра жесткости. Это здорово, поскольку если вы резко будете охлаждать кастрюлю, эти ребра жесткости защитят ваше дно от его деформации. Оно не пойдет так волнами со временем. Так, что еще по кастрюле? Ручки. Как видите, ручки металлические, без накладок. То есть, если вы будете брать эту кастрюлю горячую, нужно использовать тряпочку. Ручки приварены точечной сваркой к самому перегонному кубу. Раз, два, три. Три точки с каждой стороны. Три точечные сварки. Ну и также сама ручка вот здесь вот. Она тоже приварена к этим стойкам, которые прикрепляются к перегонному кубу. Так, дно кастрюли феромагнитное. И этот аппарат вы можете использовать на всех видах плит. Кроме того, с этой стороны, как видите, есть отверстие. Это для постановки крана для слива вашей борды. И аппараты, которые имеют перегонный куб свыше 20 литров объемом, можно укомплектовать, соответственно, теном и заказать врез под тен. Так, теперь давайте сразу же мы с вами разберемся, какие же режимы работы у данного аппарата доступны вам в случае его покупки. Значит, ставим хомут. Видите, так достаточно жестко зажимает. Вот. Ну, первый режим – это режим приготовления браги. Заглушечку убираем. Силиконовая прокладка. Для этого нам нужно просто отвинтить вот этот вот носик. Съемный носик для отбора продукта. Так, посмотрим, встанет ли он сюда. Да, он встанет. Я вот боялся, что, видите, вот этот патрубок будет упираться в крышку и ничего не сделает. Но здесь все было просчитано и продумано. Ну, вот, в общем-то, и все. Значит, мы все зажимаем. Дальше мы сюда ставим шланг. Другой конец шланга убираем в любую емкость с водой. Банка, кружка, что угодно. И вот у вас уже первый режим приготовления браги готов. Единственное, что я хочу сказать, уважаемые зрители, я на этом постоянно напоминаю, что если вы делаете свою брагу вот таким образом в перегонном кубе, вам обязательно нужно эту брагу слить перед постановкой на перегон из куба. Вылить весь остаток, промыть его, чтобы вот этих трупов дрожжей у вас не было во время перегонки. Это второй режим, который доступен вам на данном аппарате Phoenix Sirius Pro. Как видите, здесь используется просто перегонный куб, два угловых поворота и вот этот мощный холодильник. А отсюда уже идет носик отбора и вы отбираете свой спирт-сырец. Напоминаю, что этот режим используется при перегонке именно сахарной браги и задача этого режима дать как можно большую скорость перегона именно во время первой перегонки. И эта скорость ограничивается, как правило, мощностью холодильника. Здесь холодильник достаточно мощный, я думаю, у вас получится достаточно неплохая скорость, если это позволит делать ваша плита. Теперь я собираю этот аппарат в режиме классической перегонки. Классическая перегонка. Здесь мы обходимся без укреплений, то есть без дефлегматора. И, соответственно, используем одну царку, два угловых поворота и тот же холодильник. Вот и все, что нужно сделать для того, чтобы ваш аппарат заработал в режиме второй перегонки с отбором фракций. И последний режим, это режим с укреплением. Собираем аппарат. Итак, что мы имеем? Опять перегонный куб, сарга 50 см, дефлегматор, два угловых поворота и наш мощнейший холодильник. Вот и все, что нужно для того, чтобы сделать вам вторую перегонку с укреплением. Напоминаю, что вы можете увеличить высоту данной колонны, купив дополнительно царгу 35 см, 50 см или 70 см. Вот, в общем-то, и все, что входит в базовый комплект. Напоминаю, что производитель пытался сделать достаточно демократичную цену на этот аппарат. И поэтому масса таких приятных вещей, которые самогонщики любят, они не входят в стандартную комплектацию данного аппарата. Однако, уважаемые зрители, не забывайте, что это аппарат из серии так называемых аппарат-конструктор с клампом на полтора дюйма. То есть, вы со временем, если вам это надо, вы можете использовать и вот этот вот съемный носик, то есть купить сюда и присоединить, попугай, например. Вы можете поставить сюда и дополнительную царгу, вы можете приобрести и поставить джин-корзину или диоптер и так далее, и так далее. То есть, эти полтора дюйма, кламп полтора дюйма дает вам возможность со временем приобрести практически любой аксессуар к данному аппарату и преобразить его уже в ту бражную колонну, которая нужна именно вам. Кроме того, я все-таки хочу обратить ваше внимание на вот этот перегонный куб. Да, это кастрюля, но это не люкстайловская кастрюля. И вы тоже понимаете из-за чего. Потому что сама по себе люкстайловская кастрюля, она стоит сама по себе порядка 10 тысяч рублей, по-моему. Вот, поэтому производитель пошел вот здесь вот на такое ухищрение. То есть, он сделал кастрюлю. Не такой аппарат, где там не полтора дюйма, а небольшая крышечка сверху, как это обычно бывает в самогонных аппаратах с сухопарником. Он сделал именно кастрюлю производитель. Но кастрюля сделана на нашем заводе из пищевой нержавейки. И по качеству, на мой взгляд, все-таки эта кастрюля, она уступает родной люкстайловской кастрюле. Но это и понятно, это отражено в положительную сторону в цене данного аппарата. Ну вот и все, что я могу сказать о аппарате Phoenix Sirius Pro. Я считаю, что это интересный вариант для тех самогонщиков, которые желают все-таки приобрести именно бражную колонну. Поскольку у него достаточно больше режимов работы, чем у аппарата с сухопарником. Да и самогон, конечно, на бражной колонне получается более высокого качества. Но вот по финансовым затруднениям вы еще не могли это сделать. Вот посмотрите этот аппарат. Возможно, это как раз то, что вам нужно. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Аппарат Phoenix Sirius Pro. Ссылочка на производителя в описании. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.